Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести» Карачаева, Черкесия. С вами в студии Мадина Лайпанова. Есть такая профессия – родину защищать. Под таким названием в Черкесске прошло торжественное мероприятие, приуроченное к закрытию месяца патриотической, спортивной и оборономассовой работы. Подробности у Али Баташева. Торжественный внос знамён страны. Гимны России Карачаева-Черкесии открыли мероприятие. Военный комиссар Сергей Белобородов напомнил, что с 1 апреля 400 призывников из республики будут направлены для прохождения воинской службы и рассказал о её преимуществах. На сегодняшний день служба в армии определяющая для молодого человека, потому что, ослужив именно военную службу по призыву, для молодого человека открываются двери во многих сферах профессиональной деятельности. Потому что на сегодняшний день при наборе на работу как в органе государственной власти, федеральные исполнительные органы, приоритетом считается военная служба. На мероприятии подвели итоги месячника патриотической спортивной оборономассовой работы, в котором участвовало около 15 тысяч школьников. Спасибо всем педагогам и ребятам за то, что к организации этих мероприятий вы всегда подходите ответственно и с душой. Они направлены на патриотическое воспитание молодёжи, укрепление здоровья, развитие культуры и спорта. За участие в различных конкурсах, соревнованиях лучшие получили награды. Керам Коркмазов стал победителем смотра конкурса «Юн армеец» в городе Черкесске. Он с детства собирается стать профессиональным военным и служить своей стране. Служба в армии – это первое дело мужество, отдать долг родине – это, конечно, хорошее дело, и поэтому я собираюсь служить. А у тебя все дела служат? Конечно. И даже сейчас служат, и брат служит старший, и сейчас есть дядя, он воюет на Украине, и поэтому я считаю своим долгом тоже послужить и отдать долг родине. В ходе мероприятия прошла торжественная церемония – присяга юнармейцев. Несколько десятков мальчишек и девчонок с красными беретами в руках произнесли слова клятвы. Быть патриотом и достойным гражданом России. Клянусь! Клянусь! С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца. Клянусь! 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 Старшие юнармейцы с гордостью показали свои навыки обращения с оружием и строевую выправку. Али Баташев, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия. В Черкесии в музее МВД молодые сотрудники Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесии приняли присягу на верность службе России. По традиции мероприятие организовали в торжественной обстановке. Со словами поздравления обратилась член Совета ветеранов Надежда Пичура. Она отметила, что это важное событие в жизни каждого молодого сотрудника. Надежда Александровна посвятила не один десяток лет службе. Данная церемония не случайно проводится в стенах музея МВД, рассказывающем об истории создания и развитии органов внутренних дел нашей республики. Надежда Пичура пожелала стражам порядка чтить и соблюдать традиции, выполнять свои обязанности честно и справедливо. Торжественный день в жизни молодых сотрудников. Я так считаю, а я как ветеран, для меня это тоже настолько свято и чтимо. Сегодняшним ребятам, которые примут присягу, только мирного неба, здоровья и самого великого в службе по защите прав и свобод граждан России. Я всегда мечтал с детства быть полицейским. Я долго к этому шел. Все эти шесть месяцев я усердно старался, изучал. В дальнейшем будем работать, как сказал ранее, не щадя себя. Во благо Родины. Продуктовые наборы, фрукты и сладости к праздничному столу. В преддверии праздника у Роза Байрам делегация от регионального отделения партии «Единая Россия» посетила социальные учреждения республики и вручила сладкие подарки. Репортаж Али Баташева. Ватага ребятишек бодро разбирает пакеты с подарками. В каждом продуктовый набор. Фрукты, сладости и любимые многими детьми шоколадные конфеты. Подарки понравились. Они украсят праздничный стол, считает воспитанница Центра «Надежда» Армида Кизилбекова. Я вообще люблю шоколадные конфеты. Мне здесь очень нравится. Здесь очень хорошие воспитатели. Здесь очень вкусно кормят. А тебе нравятся когда подарки? Вот сегодня вам подарки дали? Да, нравится. А что там было внутри? Там было сладости. По поручению нашего депутата Государственной Думы, Джешербека Борисовича Узденова, он уже это стало доброй традицией, всегда в преддверии праздника Уроза Байрам поздравляет такие учреждения. Сегодня мы привезли вам подарки от его имени. Хотелось бы всех в преддверии наступающего праздника поздравить, пожелать самое главное крепкого здоровья, чтобы у вас в жизни все всегда было, как в праздник. Кроме Центра Надежда, делегация от регионального отделения партии «Единая Россия» посетила Дом ребенка в Черкесске, пансионат для людей старшего поколения «Гармония» и другие соцучреждения, чтобы поздравить с предстоящим праздником Уроза Байрам и вручить подарки. Али Баташев, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Ансембль совсем молодой, всего полтора года, но ребята показывают уже неплохие результаты во всероссийских и региональных соревнованиях. Речь идет о танцевальном коллективе из аула «Беслиней», носящем название древнего государства адыгов «Синдика». Оценила мастерство юных танцоров и Фатима Даурова. Танцевальный ансамбль образовался в ауле «Беслиней» в сентябре 2021 года. И название сразу выбрали величественное – «Синдика». Его позаимствовали у древнего государства адыгов, существовавшего еще в V веке до н.э. Организаторами и руководителями детского хореографического коллектива стали совсем молодые педагоги танцевального искусства – Абидов Ахмед и его коллега по сцене Милана Аджиева. Я сам родом с этого аула, аул «Беслиней». Когда в ауле построили клуб, я хотел сам прийти, предоставить инициативу, предложить свою кандидатуру. Но через пару дней мне позвонил руководитель моего ансамбля, где я работаю, занимаюсь. Это госансамбль театра танцев Карачаева-Черкесии. Раньше он назывался госансамбль «Меркурий». Мурат Владимирович Геев позвонил мне, сказал, что ищут хореографа в моем ауле. Не хочу ли я? Что, конечно, я сразу согласился на это. Как только весть о создании нового коллектива прошлась по аулу, многие из детишек ринулись покорять танцевальные олимпы. И началась высокая текучесть кадров. Ребята пробовали себя в хореографическом искусстве, и те, у кого не получалось найти гармонию с танцем, начали потихоньку отсеиваться. Остались самые выносливые, воодушевленные и увлеченные магией кавказского танца. Сейчас здесь занимаются больше 50 детей разных возрастов. Накопленный за год творческий багаж они продемонстрировали на своем первом сольном концерте. Результат превзошел все ожидания. Отовсюду начали поступать приглашения на участие в различных конкурсах и фестивалях. Совсем недавно ансамбль «Синдика» пополнила свою начинающую коллекцию наград дипломом лауреата первой степени Всероссийского фестиваля конкурса «Мир звезд» в номинации «Хореографическое творчество». Победу ансамблю принес старинный убыхский танец. Дети старались, они заслуженно получили это место. Я думаю, успех в старании, в том, что они пахали. Мы на самом деле пахали, мы приходили, мы уходили, даже бывало, что в 9-10 вечера. Их это очень сильно мотивирует. Одно дело, когда ты у себя на сцене танцуешь перед своими зрителями, а другое дело, когда у тебя есть с кем посоревноваться, когда ты видишь другой коллектив, который занимается лучше тебя, делает какие-то новые движения. Это очень их мотивирует. Поэтому у них появляется больше желания куда-то ехать и заниматься над собой еще лучше. Для любого артиста нет ничего прекраснее, чем сцены и аплодисменты зрителей, даже если артисту всего 5 лет. Ведь выходя на сцену, дети и подростки демонстрируют результаты каждодневного труда, сложного и интересного. И каждое выступление отличается особенной искренностью, чистотой и доверчивостью. Фатима Дорова, Олег Малхожев, Вести, Карачаева, Черкесия. Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию объединяет не только самая высокая вершина Европы Эльбрус, но и язык, культура, традиции и обычаи. Среди снежных вершин в сказочном уголке республики открылась необычная экспозиция модельера Заремы Хабчаевой, посвящена на возрождению балкарского народа. Репортаж Светланы Шагановой. Переместиться в XVIII век и увидеть красоту национального костюма. Модельер Зарема Хабчаева представила одежду княжеской семьи у Рузбиевых. Бархатные и шелковые женские платья, богато украшенные вышивкой, аппликациями, басонными изделиями и ювелирными элементами. Некоторые работы выполнены по старинным фотографиям княжеской семьи. Я не думала, что будет такой спрос и интерес народа на эту выставку, на наш этот национальный костюм, чтобы наши потомки, их дети гордились за свой народ, за свой костюм и не теряли свое прошлое и помнили, что у них есть будущее, настоящее. Зарема Хабчаева покорила и продолжает покорять российские подиумы. Она давно получила широкое признание ценителей высокой моды. Коллекции Зарема Хабчаевой отмечены многочисленными наградами и дипломами, как в России, так и за рубежом. Элегантность, богатство, роскошь – все есть в этих необыкновенных эксклюзивных нарядах. Вдохновились выставка и туристы Домбая. Некоторые из них даже побывали в роли княжны. Невероятно роскошно и женственно. Потрясающие наряды, вручную работу, красивые ткани. Очень хороший мастер, который это делает. Прекрасно, что есть такие модельеры, очень талантливые такие вещи делают. Это очень важно, на самом деле, потому что это показывает, насколько Кавказ красив, какие здесь традиции, места. Я думаю, что это нужно обязательно развивать. На протяжении многих лет модельер Зарима Хабчаева создает красоту национального костюма. Возрождает старинную технику вышивки, занимается стилизацией, восстановлением самого костюма и привносит свою богатую фантазию. Испокон веков одежда отражает не только представление о прекрасном, но и дает возможность лучше узнать быт предков, понять, как и чем они жили. Ведь одежда соединяет в себе множество видов ремесел и рукоделия. Национальный костюм – это своеобразная книга, научившись читать которую, можно многое узнать о традициях, обычаях и истории своего народа. Светлана Шаганова, Медина Джанкезова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом субботний выпуск Вестей завершается. Приятных выходных и всего доброго! Субботний выпуск Вестей завершается. Приглашаются кандидаты для прохождения военной службы по контракту. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи, достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51 В эфире «Радио России» Карачаева-Черкесия. Главное радио страны – радио России. Настраивайте «Радио России» Карачаева-Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах.